полет в космос любой это стресс любой человек в стрессовой ситуации переходит на родной язык требуется большая подготовка серьезная для того чтобы сохранить самообладание и остаться в чужом для тебя языке ты включаешься в состав экипажа у тебя требование intermediate high при включении в основной экипаж это требование было уже advanced low потому что все хорошо когда хорошо но если вдруг вот какая-то нештатная ситуация у нас командир англоязычный то тогда он соответственно он будет говорить со всем экипажем на английском языке и плохо будет тому кто не поймет что он говорит я что сразу хочу сказать я думаю что это очень важный момент упомянул по моему ну точно один раз а может быть несколько про английский язык и про знание английского языка и про то что даже там ты когда общаешься с коллегами сейчас по там каким-то встречи договор обсуждаете какие-то темы и я могу точно тебе совершенно сказать что это в культуре наших партнеров до что если ты говоришь хоть как-то на английском языке они тебе всегда скажут что вот ты молодец но вот и собственно и сам себя может быть ловил на мысли что когда с тобой разговаривает иностранец на русском языке даже он может быть совершенно жуткий но по какой-то причине ты хочешь ему сказать приятное да и ты ему говоришь что молодец а если он еще и окончание правильно говорит да и склоняет и там сложные вот эти звуковые сочетания выговаривают то там ну вообще прекрасно да ну вот считай это примерно та же самая ситуация что как бы ты не говорил тебе всегда ребята скажут что особенно назовем это в астроблоки да прошли все это что молодец и очень здорово что ты там какие-то вещи знаешь хотя действительно мы как изучающий язык мы какие-то нюансы как и они когда они изучают русский язык они могут знать лучше потому что мы свои правила русского языка изучали в восьмом девятом или седьмом классе да и естественно уже хорошенько подзабыли особенности ребенок уже тоже школу закончил или там 1 2 классе они так изучают здесь и сейчас то конечно же они какие-то вопросы могут даже надо лучше нас знать в теории по крайней мере почему здесь ты ставишь вот так вот а здесь вот ставишь вот так да и говорю там об элементарных жиши пиши с буквой и да именно такие поэтому мы сразу говорим и может быть это там сразу из пешком в голубь да что полет в космос любой да это стресс и это стресс намного выше чем это стресс который мы ощущаем когда садимся в самолет даже пассажирам хотя опять же на массу примеров когда люди борются со стрессом народными средствами да здесь здесь мы абсолютно не можем это допустить да то здесь это недопустимо и в любом случае да то есть и некоторые даже на поезде боятся ехать или многие не путешествуют на кораблях не ходят потому что они боятся корабля самолеты то же самое это полет в космос это полет в это в тысячу раз стрессовее чем все остальные активности которые мы можем испытать на земле поэтому как любой человек а мы все помним радистку кэт которая засыпалась именно на то что она стала говорить по-русски да то есть любой человек в стрессовой ситуации переходит на родной язык и и это требуется большая подготовка серьезная и для того чтобы сохранить самообладание и остаться в чужом для тебя языке и вот именно хорошее знание языка позволит тебе это сделать только так поэтому если даже брать вот к нашей программе да вот когда мы готовились к полетам на международную космическую станцию составе экипажа то требуется мы уже отталкиваемся от американской системы да вот то что в нас нас от нас тревоз и это было на уровне документов определено для тех для того уровня взаимодействия то есть мы всегда можем говорить что мкс летает уже больше двадцати лет и на вот протяжении взаимодействия взаимодействие началось еще раньше да там в конце 90-х между россией и америкой у нас были разные уровни взаимодействия и вовлеченности или проникновения типа членов экипажей в программу друг друга вот на первых этапах первой экспедиции и мы можем сказать что и включая даже еще там 17 ну наверное до 19 когда станция вышла на полный режим уже дата когда 6 человек стал летать вот там была полная взаимозаменяемость и там требование было ты включаешься в состав экипажа у тебя требование intermediate high и когда ты включаешься ты становишься дублером да при включении в основной экипаж и это был экзамен сдавали очень серьезный экзамен это требование было уже advanced low и желательно было но это это уже было желательно к полету выходить на advanced mid вот тогда тогда ты можешь уже понимать о том что стресс в ситуации по крайней мере ты не выключишься в плане в плане языка и в плане разговора ты сможешь адекватно воспринимать команды а здесь это очень серьезно почему потому что все хорошо когда хорошо но если вдруг вот какая-то нештатная ситуация и мы говорим у нас командир англоязычный то тогда он соответственно он будет говорить со всем экипажем на английском языке и плохо будет тому кто не поймет что он говорит да тогда мы не говорим о том что член экипажа вернется в удовлетворительном состоянии да а дай бог вообще вернуться и и кстати даже у пилотов нас а которые астронавты пилоты которые летали на самолетах и мы когда опять же приезжали то мы могли тоже с ними летать на самолетах вместе ну самолет же там спарк была и и когда мы только приезжали то там вообще проблем не было полетать и первоначально когда ты только начинал да там всем этим заниматься ты мог летать только с пилотами двуязычными вот майкл лопес аллегри как раз это был один из тех астронавтов который летал с нами вот практически ты приезжаешь и можно было с ним полетать потому что он знал русский язык в таком но по крайней мере кто в том качестве как но настолько хорошо что в общем то он мог по крайней мере какие-то команды давать на русском языке и он мог с тобой поговорить на русском в полете а мы опять же понимаем да что у самолета случае не штатной ситуации ровно столько времени сколько запас высоты там особо особо между принятием решения и действием ну вот реально тебя минуты в лучшем случае до иногда и секунды поэтому поэтому английский язык я бы вообще ставил на одно из важнейших мест да то есть если мы говорим что конечно здоровье это самое первое у нас потому что без здоровья вообще мы ни о чем не говорим второе это все-таки готовность к выполнению экспериментов и задач и третий язык и опять же почему потому что мы же говорим что не все летят только пассажирами для выполнения научной программы тебе нужно опять же знание английского языка потому что заказчик не только российские институты и российские какие-то лаборатории то есть это опять же иностранные лаборатории которые не будут писать под тебя на русском языке бортовую документацию она будет написано английском языке и уровень знания должен быть такой который позволяет тебе разобраться в этой бортовой инструкции и все это сделал